Все знают, что незнание законов не освобождает нас от ответственности, но в некоторых вещах ответственность это не самая страшная штука. Самая страшная штука в некоторых вещах это последствия. И вот как раз таки, если мы будем с вами говорить про цифровой рубль, а вот как раз таки в итоге, если вы не будете знать этого закона, не будете знать договора Центрального банка, для вас поступят последствия. И последствия будут, вероятно, очень тяжелые, драматичные и, возможно, даже трагичные. Итак, что же такое вообще цифровой рубль? Сейчас я открою телефон и вам прочитаю самое интересное. Это федеральный закон номер 340, который был принят совсем недавно, подписан президентом 24 июля 2023 года. И в этом законе очень много положений. Я не буду сегодня вам проводить лекцию по этому, так скажем, закону и вообще цифровому рублю. Об этом можно почитать подробно в самом законе. Но самое интересное в законе 340 это, конечно же, пункты 17.17 и 17.18. Сейчас, друзья, их дословно открою, потому что повторить такое невозможно. То есть, читаю дословно. То есть, оператор цифрового рубля, соответственно, центральный банк определяет максимальные суммы операций с цифровыми рублями или суммы остатков цифровых рублей на счетах цифрового рубля. То есть, цифровой центральный банк будет определять, сколько у вас должно быть цифровых рублей и какие у него должны быть остатки. То есть, это на самом деле означает то, что у вас могут списывать деньги, они вовремя потрачены. Вот пункт 17.19. Определяет перечень операций, суммы операций, сроки обеспечения кредитных организаций, возможности совершения операций с вами рубля для своих клиентов. То есть они будут для вас определять перечень операций, на что вы можете потратить деньги, покушать, покакать, пописать, заправить бензин, а что вам будет не дозволено. И даже сумма операций, и даже сроки. Сроки, получается, цифровой рубль будет иметь в некоторых вопросах срок действия. То есть, грубо говоря, вам начислили зарплату в цифровых рублях, вы ее не потратили за, условно, 90 дней, зарплата обнуляется. И еще очень рекомендую вам прочитать договор, который прилагается к закону 340. Прочитать вы можете на сайте Центрального банка. Это договор о счете цифрового рубля. И особенно внимательно прочитайте пункт 6. Пункт 6 посвящен вопросу ответственности сторон. Это очень большой пункт, но если вам кратко вот так сейчас сказать, вот у меня в телефоне открыт. 6.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в рамках договора. То есть, стороны не несут никакой ответственности. И здесь четко прописано, что к каким обстоятельствам относятся, когда можно просто никакой ответственности нести. Например, ну просто обнулить ваши рубли, присвоить, закрыть ваш кошелек и так далее. И тут очень много причин. Это могут быть природные явления, землетрясения, ураганы, смерчи, торнадо, тайфун, цунами, буря, наводнения, засуха, заморозки, оползни, массовые заболевания, эпидемия, пандемия, которая, вероятно, нас с вами ждет в ближайшие годы. Об этом все говорят. То есть, уже наступление пандемии дает право Центральному банку никаких обязательств перед вами не выполнять, забрать те ваши цифровые рубли и послать вас лесом к чертовой бабушке. Также здесь присутствуют вооруженные конфликты, военные операции любого рода. Да, у нас сейчас, напоминаю, идет СВО, военные действия, восстание, гражданские волнения, блокада, захват власти, мобилизация. Опять же, ребята, еще раз вам, как говорится, подумать, террористические акты, трудовые конфликты. То есть, ну, перечень обстоятельств, которые здесь внесены в причины непределимых сил, таких, как бы, я обстоятельств, вот, ей-богу, никогда не видел, да. То есть, все мы знаем, какие непределимые вещи могут произойти, но про забастовки и вот там, условно, локаут, стачки, бойкот, ну, то, что здесь написано. Почитайте этот закон, вы будете, наверное, ну, может быть, плакать, может быть, смеяться. В общем, обязательно донесите подробную информацию для всех своих знакомых. Понятно, что если запустят уже этот кошелек, бюджетники, как всегда, это, ну, стадо овец, которые у нас безвольные, бесхребетные. Ну, ладно, пусть хавают, пусть получают свою зарплату в цифровых рублях. Но, пожалуйста, это в ваших интересах, донесите информацию для тех людей, по крайней мере, которые, ну, не такие подневольные, которые вам близкие, которых вы любите. Вот, пусть они прочитают закон 340, потому что, когда люди будут приходить куда-нибудь в МФЦ и им будут впихивать это приложение, там будет пару галочек. Никто читать закон не будет, там его никто вам распечатанном виде давать не будет. Ну, и люди у нас вообще малограмотные, ленивые, необразованные в юридическом смысле. Поэтому, уверяю вас, вот так все проставят галочки, получат этот цифровой кошелек. А потом не удивляйтесь, потом вы можете вот как раз-таки обижаться только на самих себя из-за своей лени, из-за своего безволия, безинициативности, потому что вас ничего не интересует. Вот, это ваши деньги, это ваше будущее. Также там есть такие вещи, которые мне показались просто какими-то идиотическими. Ну, типа того, что цифровой рубль не может иметь там вот семейного счета. То есть, я не могу иметь кошелька, которым, например, может пользоваться мой ребенок по какому-то отдельному счету, моя супруга, моя мама и так далее. И, кроме того, вы должны понимать, что в цифровом рубле, в законе, не предусмотрено, что по цифровому рублю выплачиваются дивиденды, так как в банке. То есть, это абсолютно неинтересная форма денег. То есть, у вас не будет невозможности размещать вкладов. Там четко прописано, что цифровой рубль не подразумевает кредитований, ипотек. Его нельзя дать в долг по какому-то договору, нельзя взять в займ. Короче, это полная шляпа, балалайка, говно, если честно, вот так по-русски сказать. Поэтому ни в коем случае не ставьте никакого цифрового кошелька от центрального банка. Пусть этот банк сам себе его везде поставит, рассчитывается между собой, кайфует, наслаждается. А вы будьте по-прежнему свободными, умными людьми, которые думают, которые понимают, что вообще происходит. И не дайте себя просто обмануть и сделать полными идиотами. Всем хорошего вечера, на связи, пока.